В жилгородке закрывают бесплатную детскую стоматологию. Она уже не один десяток лет располагается в крыле 15-й школы. Однако еще в прошлом году родители школьников обратились к директору школы с просьбой отменить занятия во вторую смену. При этом, как сообщают медики, в школе имеется еще одно крыло, которое вообще не используется. И вот мнение одних родителей учли, а других и слушать не хотят. Я от себя лично и от моих ближайших друзей, как-то знакомых, очень против, чтобы закрывать поликлиника, потому что помощь все время оказывается вовремя. И поэтому дети и школьники все время обращаются. Нам 9 лет, зубки все время меняются, молочные на это. Поэтому нам очень удобно, что здесь поликлиника. Неудобно будет ездить в микрорайоны. По соседству от кабинетов стоматологов находится лаборатория медколледжа, где студенты оттачивают свои навыки. Они тоже в панике от того, что их переводят в другое помещение, поскольку, чтобы обустроить там лабораторию, отвечающую всем нормам, потребуется очень много средств. Теперь студенты будут базироваться в здании бывшей музыкальной школы номер 1 по улице Октябрьская. Стоматология закрываться не будет. То есть в школе стоматологический кабинет останется. Там три кабинета оказывали помощь, она оказывается не будет. Она будет оказываться на базе детского отделения стоматологического во второй детской поликлинике. То есть там будет эта поликлиника расширяться и в соответствии с санитарными нормами и правилами. То есть просто терапевтическая помощь часть острых больных будет оказываться во второй детской поликлинике. Но все те же больные с острыми врачами. То есть никакого сокращения объема помощи не будет. В это отделение стоматологии приводили деток за всей островной части. Но уже с нового учебного года родителям, судя по всему, придется вести их с острой зубной болью во вторую детскую поликлинику.